Привет, друзья! И добро пожаловать обратно в Castlevania Harmony of Diznans, где в предыдущем эпизоде мы дрались против нашего первого босса, гигантского Бэтмена, который, честное слово, самый-самый легкий босс за всю историю Castlevania игр. И, кстати, интересная вещь насчет этого босса. Видим там наверху и слева этот коридорчик, где мы дрались против этого Бэтмена. Как видим, по карте, если мы идем справа, мы можем вообще обойти эту всю комнату, где мы дрались против этого босса, по верхнему коридору. Что очень-очень странно и интересно. По идее, как бы это не должно быть, но здесь так есть эта игра, так что мы вообще можем не драться против него. Так что вот так. Вы знаете, в этой игре у нас очень много боссов. Это вообще считается одной из Castlevania игр, где самое большое количество боссов. Так что мы еще встретимся с многими боссами. Так что вот так. Ну да, сегодня мы начинаем новую локацию. The Wailing Way. Которая мне... Ну, я бы не сказал, что она мне очень нравится, но... Она довольно интересная, потому что мы как бы находимся в замке Дракулы, но здесь мы как бы находимся на улице почему-то. Ну, как в саду. Так, и да, новые монстры. Призраки, которые постоянно появляются. Маленькие такие... головы. А также Rock Armor, который кидает... Камень. Так что и здесь тоже Dash. Очень-очень помогает. И да, эти головы призраков, они постоянно появляются, мы вообще не можем от них избавиться. И так, кстати, Juist со своим хлыстом, он может делать такую атаку тоже просто... Просто вертеть свой хлыст и биться монстров таким образом. Но только это отнимает меньше. Это наносит менее урона, чем просто атака. Вот так. Так что так. Окей, пройдем направо здесь. Что у нас здесь? У-у-у, какая-то... Э-э-э-э-э-э! Что это такое? Да, это большой призрак. Но с ним очень-очень легко справиться. Он выглядит такой большой и... Непобедимый, но с ним очень-очень легко справиться Так что, да Окей, здесь мы получаем Монстр Том Очень интересная реликвия Сейчас я вам покажу ее Как она действует Да, с этой реликвием мы можем видеть Данные всех монстров, которые мы убили В самом замке Вы, может, думаете, где мы можем посмотреть Эти все данные Ну, помните, у нас была секретная информация Так что сейчас С этим Монстр Том У нас открыта одна из этой секретной информации Энциклопедия Где мы как раз можем посмотреть все данные Всех противников в игре И да, как видимо Эти данные довольно интересные Можем видеть левел монстра, можем видеть сколько у них жизни Можем видеть Экспериенс, сколько они дают Также имя противника, как он выглядит Да, мы можем Также видеть, что они Кидают И обычно у противников бывают только две вещи, что они могут кинуть Одна из которых Ну, скажем так Очень часто кидается А другая не очень часто И да, иногда монстры бывают так, что Только одну вещь кидают Например, в этом Например, с Бет Здесь, где мы видим Там, где вопросики Там, получается, он только кидает Эта летучая мышь кидает только одну вещь А там, где эти линии Получается, вообще ничего не кидают И да, мы также можем видеть Против, что монстры слабы Против, что они сильны Против каких элементов Так что это тоже Очень-очень хорошо И да, кстати В этой игре Как мы видим Деньги тоже считаются как предмет Обычно в Косельвине игров такого нету Но здесь это так Так что Деньги, которые мы можем получать от монстров Это тоже, как бы, считается Выбитый предмет Так что так И, кстати, да Я думаю заполнять весь бестиарий Как видите, здесь очень много Очень много Монстров в этой игре Да, кстати, там был этот Victory Armor Надо посмотреть И вон немножко Так, какие-то две вещи у него есть Интересно, что Ну, не знаете Знаете Против него так Он такой сильный противник И его очень-очень трудно убить Как видите, у него Как видим, у него 36-й левел Так что да Но с ним мы еще встретимся В замке Так что, да Еще увидимся с ним И, может быть, постараемся Достать какие-то вещи Я думаю получить все вещи в игре И открыть все Все данные здесь Но, может быть, как бы не в самой игре Когда я играю А может потом Просто в фоне Пока вы не видите У-у-у-ля-ля Как бы достану все эти записи И потом вам им покажу Покажу вам Как они выглядят Что можно вообще получить от монстров Так что да И да Открыть все эти записи Довольно трудно Это не так легко, как кажется Честное слово Потому что Например, чтобы открыть какую-то запись Там, где мы можем получить какой-то предмет Ну, это тоже Это не только что мы просто убили монстра И от него выпал предмет Нет Это зависит от Да, кстати Насчет Насчет вообще выбивки предметов Это зависит от нашего лагстата Как видим, там направо Есть лагстат Чем больше у нас лагстат Тем больше Есть вероятность Что монстры могут Кинуть предмет Что да Открыть все эти записи Это У меня пройдет какое-то время Чтобы это все сделать Ну, я думаю Я смогу это Осилить Так Ууу Какая-то таблеточка Ааа Что оно здесь Менопризм Да Я как-то думал Что джуст в этой игре Ничего не 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 курит Но, видимо Что-то принимает Да Какая-то таблетка Которая очень странно выглядит И да Эта таблетка Менопризм Восстанавливает наши магические очки Кстати, насчет наших магических очков Это наш синий столбик Он сам заполняется Через какое-то время Когда мы вообще ничего не делаем Просто ходим Он просто через какое-то время заполняется Как видим Так что да Так Посмотрим на карту Да Эта локация такая Немножко странная Потому что здесь Очень большие комнаты Скажем так Пглядим сначала Направо Я думаю Ха Так И здесь тоже Дэш очень помогает Особенно Против этих Rock Armor Так что стараемся Не забывать О нем тоже У Вижу там какую-то Рабу Что такое Супклоук Так Ну посмотрим Что она Может она лучше Да Лучше чем Фэнси Банан Банана Так что я думаю Может она лучше чем эти Тоже Нет Да Одеваем Заменяем Нашу фэнси Бандана Silk Клоук что по панч мы делаем вообще такую ледяной удар очень классно выглядит так что на здесь курочка почему самки дракулы есть курочки я не знаю здесь они есть да курочка в этой игре вам стык восстанавливает немножко жизнь восстанавливает больше чем паушин паушину вообще говорим насчет паушин восстанавливает 70 жизни hp а drumstick курочка восстанавливает 100 так что drumstick больше чем получше чем паушин так что вот так друзья идем дальше он здесь у лягушечки ну да мы как бы находимся в саду так что может быть здесь и фруц где-то неподалеку поэтому я не удивляюсь окей hard next up замечательно и опять эта дверь такая же самая как как и было в предыдущем эпизоде если помните направо потом коридоре так что да не можем пока что открыть эту дверь тоже да я думаю сначала пойдем налево там есть такие две комнатки у нас как бы карт нету для этих двух комнат но все равно мы их исследуем посмотрим чё там такое надо мне об этом дэше не забывать чтобы все было довольно быстрее hyper punch хоп-хоп-хоп окей да эти призраки тоже вот у нас были головы медузы так что эти призраки немножко заменяют голов медузы тоже постоянно появляются а да немножко назойливые иногда надоедают но они много урона не наносят просто такие надоедливые противники так идем сначала здесь вниз пусть не вниз а слева окей тоже новые противники которые просто здесь стоят ничего не делают но умеют кидать всякие огненные шарики или просто огнем плеваться и да интересная вещь насчет этих монстров что можем на них стоять так что иногда это может нам помочь нам как бы не наносится урон когда мы так делаем потому что иногда мы можем достичь некоторые места только стоя на этих головах так что это тоже надо запомнить что они могут быть очень очень полезными иногда так можем идти сюда вниз этому сначала мы же проедем верхнюю часть у денежка 1 копеечка и да видим здесь мы получаем 100 денег и интересная вещь насчет этой свечи этой именно свечи что мы можем выйти из комнаты и потом зайти опять обратно эта свеча нам постоянно будет давать 100 денег так что если мы хочем качать деньги то вот это именно свеча в этой комнате место чтобы это делать одно из мест где это можно сделать еще будут другие места в этом замке мы можем тоже сделать что-то похожее но пока что здесь самый лучший пункт чтобы эти деньги заработать так по уши так и здесь мы идем обратно просто комната где мы уже были да там не было как просто таблеточка и да смотри смотрите и здесь опять это денежки что можем прокачивать таким образом деньги здесь но пока что деньги не очень важны будут важны немножко позже так что вот так так да идем здесь налево что у нас здесь так здесь больше ничего нету тут еще мышка ой 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 очень много вас здесь так и здесь тоже какая-то предмет какая-то красная броня которую не можем взять а вау кому а так если если я хорошо помню он к Cinderella здесь мы не можем не можем пройти дальше пока ведь какой то предмет слева тоже не можем взять так как мы можем продвинуться дальше Ну окей Единственный вариант Вдти вниз, я так думаю Да, там, чтобы Пройти дальше, нам надо один Скажем так, одну способность Которую мы потом получим Но пока что мы там ничего не можем делать Hyperpunch Так Пойдем здесь направо И сейчас я думаю нам дойти вниз Да Вдти внизный проход, где можем пройти Так что идем сюда Так, что у нас здесь Ничего Может здесь что-то интересное Надо ли нам это Ой-ой-ой-ой-ой-ой Я думаю я останусь с этим Дико-дико классно выглядит Кейт-поушен О, там справа курочка, я вижу Да, против этих лягушек На них очень хорошо работает Ледяная магия, так что С ними так Очень легко справиться А, и да, здесь Именно в этой локации очень много этих лягушек Надо с ними быть немножко поосторожнее Тоже Они могут нанести довольно много урона Так что, да Так Так, поэтому что здесь направо Это здесь ничего нету Да, может здесь что-то интересное Это я Нет Только Большое сердечко Так Направо мы Походу не можем идти сейчас Да, не можем Так что единственный вариант Я хочу эту Курочку Да, потом мы ее Сможем получить Но не сегодня И да, друзья Я думаю это все на сегодня Точно И да Надеюсь вам понравился этот эпизод И до встречи в следующем эпизоде Где мы Проведем дальше Этот Странный сад Где полно лягушек И Всякой другой нечисти Да, друзья До следующего раза Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok